Они оставили все, что было им дорого – родных, дом и бизнес. Семья беженцев пережила взрывы, обстрелы и сирены, прежде чем оказалась в нашей стране. После более чем года проживания в Бельцах они чувствуют себя немного счастливее, благодаря людям, которые идут к ним навстречу. У нас действительно все складывается хорошо. Может быть, потому что мы хотим так, чтобы было у нас все хорошо. И мы к этому идем, что-то делаем. Школа, садик, работа. Вот как-то пытаемся сделать себя счастливыми. Семья успешно адаптировалась к новому обществу. Арина, самая младшая в семье, посещает детский сад. А ее старший брат Тимур успешно окончил четвертый класс, впервые испытав настоящую радость школьной линейки. Мария, мать детей, и нашла работу, поскольку не хочет сидеть, сложа руки, а стремится обеспечить своим детям все необходимое и воспитывать их. Бабушка семьи Ирина бережно следит за благополучием и спокойствием своих внуков. Очень нужно было живое общение, потому что онлайн не давал того, что должно давать обучение. Совсем не было качества. Если в третьем классе он заканчивал онлайн, третий класс, ему было легче гораздо, то четвертый класс давался сложно. Нам посоветовал психолог, мы здесь занимались психологом, попробовать. Уйти всегда можно, потому что это была первая линейка последнего звонка. В первом классе был карантин, второй класс тоже карантин, а в третьем году началась война и не было. Ирина Жукова решила уехать из Украины, где она оставила свой успешный кондитерский бизнес в Одессе, чтобы обеспечить своим внукам безмятежное будущее. Женщина говорит, что перестроить свою жизнь в чужой стране непросто, но когда ты встречаешь людей с прекрасным лицом и душой, можно почувствовать себя счастливым. Примером тому служит успешная адаптация ребенка в новом обществе. Уже целую неделю Арина ходит в детский сад. Некоторые слова она уже начинает что-то повторять за детками, потому что она в среде с детками местными, молдавскими. Мы даже где-то пытаемся такие слова, как «Буна зива», «Буна доменяться». Пускай у нас не то произношение, как должно быть, но вот «Ульцемеск спасибо» вот такие хотя бы слова, ну, пытаемся запоминать вот как-то. Ну, конечно, будущее я вижу в себе только дома. Дома у себя в родном городе. Вот чтобы было все мирно. И я, наверное, даже в глубокой-глубокой старости я буду вспоминать этот пока что год, прожитый в Молдове. Этих людей, которые встретили нас, действительно проявили заботу. Только с такой благодарностью я буду вспоминать людей, которые жизнь меня вот просто свела на этом участке. Но себя я вижу только дома, в своей стране, в своем городе. У нас там осталось все. И сын, и родственники, и вся прожитая жизнь. Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день беженца. Субтитры создавал DimaTorzok